Они вовсе не хотят всем рекордам свои звонки и дать имена. Менеджеры и аналитики, специалисты по закупкам и продажам, эти ребята играют в футбол не ради славы, а для души и здоровья. Тем не менее, их занятия мало чем отличаются от профессиональных. Тренировки проходят два раза в неделю, вторник, четверг. Обычно во вторник у нас более такая физическая часть, так скажем. Все структурировано, есть тренер. Соответственно, сперва у нас идет разминка, потом на технику упражнения, пасы, передачи, иногда квадраты. Вот такого рода взаимодействие, так скажем, командное. А в четверг стараемся организовать товарищеские игры. Если не получается, опять же, занимаемся физическими упражнениями. Средний возраст спортсменов около 30 лет, но возрастных ограничений в команде нет. Здесь рады всем. История клуба началась в мае прошлого года. Был кубок в Лужниках в мае. Ну и раз я там до этого уже играл, просто с другой командой, из другого района, у меня пришла идея собрать здесь людей и с ними сыграть. Ну и дальше уже потихонечку-потихонечку стали приходить новые люди. Команда ФК «Бутовый парк» принимает активное участие в различных соревнованиях. В любительской лиге все как в большом футболе, только играют команды по 8 человек и поля поменьше. Есть у ребят и опытный наставник. Я закончил училище Олимпийского резерва, играл профессионально. Правда, до 21 года потом была травма серьезная и пришлось завязать с футболом на 8 лет. Но в данный момент для себя, для поддержания физической формы, сам бегаю и тренирую ребят, делюсь опытом. Места на школьном стадионе в поселке Измайлово хватает всем. Денис Цыганков с сыном Мироном по вечерам в обязательном порядке посещают стадион в планах отца отдать сына в спортивную школу. В пешедоступности живем в поселке. Две минуты и дошел до стадиона с ребенком. Ему интересно мячик поиграть, на людей посмотреть, самому попинать. Мария Кириенко играет в любительской футбольной команде. Для нее школьный стадион – возможность поддерживать форму в перерывах между тренировками. Женский футбол начал наконец-то в России развиваться. И нашему клубу уже более 30 лет он начал свое существование. Это был женский футбольный клуб при МГУ. И в команде у нас сейчас на данный момент где-то 20-30 человек. По программе «Школьный двор» в Ленинском районе возведено 18 стадионов, на которых во внеурочное время могут заниматься все желающие. Но в отличие от жителей Измайлова, футболистам из микрорайона Восточное Бутово повезло меньше. Им приходится ездить по соседним поселениям. Но ребята не унывают. Если сравнивать то, как мы начинали в прошлом году, то, конечно, мы проигрывали с крупным счетом довольно. Сейчас уже с теми, с кем проигрывали, играем в ничью, бывает даже выигрываем. Хотелось бы иметь, конечно, свое собственное поле, чтобы была возможность тренироваться регулярно. Скоро проблема спортсменов будет решена. Школа в Восточном Бутове была одним из проблемных объектов. Теперь ее строительство лично курирует глава Ленинского района Валерий Венцель, который несколько раз посещал объект и проверял работу застройщика. Скорее всего, она будет введена уже к концу этого года, потому что график, он согласованный, но в связи с тем, что зашел новый застройщик на эту территорию и подхватывает всю историю от предыдущего, оно немножечко мы идем в графике, но отстаем ожидания, которые от нас ждут жители. Поэтому мы договорились с застройщиками, с коллегами, что сюда приедем еще раз где-то в середине августа, для того, чтобы проверить, какая готовность. Скоро школа, а вместе с ней и школьный стадион будут сданы в эксплуатацию, а значит, у команды появится свое, как говорят в футболе, домашнее поле. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.